Добрый вечер. В эфире программа «Детали. Неочевидная». Каждый четверг мы будем говорить о событиях, людях, явлениях, о том, что вызывает спор. Мы представим новую взгляд на привычную. Например, уверены ли вы, что знаете о классике коми-литературы Иване Куратове все? Если да, то оставайтесь у экранов. Через полчаса вы поймете, что ошибались. Об Иване Куратове сегодня будут говорить наши гости. Итак, Павел Федорович Лимеров, кандидат филологических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Диана Григорьевна Холопова, заведующая литературным музеем имени Ивана Куратова. Добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Львомирович Жеребцов, директор Института языка, литературы и истории, доктора исторических наук. Добрый вечер. Я рад, что вы пришли. Напоминаю телезрителям, что в этом году Ивану Куратову с дня рождения исполняется 180 лет, но не это явилось причиной нашего разговора, а вот эта книга, она называется «Иван Алексеевич Куратов». Только что она вышла. Ее автор находится как раз с нами, Павел Федорович Лимеров. Так вот, это издание явилось причиной нашего разговора, потому что появляется возможность поговорить и, может быть, какие-то стереотипы убрать и узнать новую информацию об Иване Алексеевича Куратове. Считаете ли вы, что этой книгой вы поставили точку? Нет, конечно. В исследовании? Тема очень широкая, и мне кажется, что это только, можно сказать, что какой-то пункт исследований. За рамками исследования оказались еще и Казанский период, и много в Туркестане непонятного, и вообще, мне кажется, что еще есть над чем работать. Диана Григорьевна, хотим сказать, что и вы год начали так резко с Ивана Алексеевича Куратова. В Национальном музее была только-только выставка. Можно сказать, что выставка нам, горожанам, что-то новое открыла в Куратове? Я думаю, да. Не то чтобы много, может быть, о Куратове, а о тех людях, которые были хранителями его рукописного наследия, это да. Эти материалы до этой выставки так широко, еще ни разу не представлялись. Я назвал уже вас, ваши, скажем так, регалии. Я среди вас один, кто не имеет никаких степеней, зато у меня есть вопросы. Насколько мы все знаем Куратова, такие люди, как я, то есть большинство, что это человек из XIX века, который стоял в той же плеяде критиков, существующего строя, немножко революционер, немножко оппозиционер. И вот таким мы его знаем. Человек, который не вписался в свою среду и был вынужден уехать из Сольска. Действительно, мы смотрим на Куратова с точки зрения стереотипов, которые сложились в основном в 30-е годы. Было такое время, что вот если он бы не соответствовал каким-то требованиям марксизма, ленинизма, то он бы вообще-то и не стал бы нашим классиком никогда. Ведь сложности возникли сразу же, как только нашли рукописи Куратова с первой публикации. А вот рукописи Куратова нашлись когда? Ну, о них было, конечно, известно, но очень узкому кругу людей. И только, мне кажется, что тут чудо произошло, когда Алексей Семенович Сидоров женился на Людмиле Степановне Куратовой. И поехал в Визингу, где обнаружил у Степана Куратова, ее отца, вот эти рукописи. И, конечно, он решил сразу же их как-то обнародовать, опубликовать. Он понял, что это богатство такое, это творческое наследие действительно великого человека. И вот с этого момента просто, вот это было в 23-м году, если не изменяет память, да? Да, в 23-м году. Да, да, да. В 23-м году. И с этого момента начинается история публикации, что ли, Куратовских стихотворений. И вот тут возникает очень интересный момент. Игорь Любомирович, присоединяйтесь к нам. Куратову повезло, повезло, как минимум, в два раза. Во-первых, что его рукописи сохранились и были найдены, да. Потому что, скажем, его современник Георгий Лыткин, фигура гораздо более известная в то время, этим похвастаться не мог. Если бы в свое время у него в Нижнем Новгороде или где-то там не украли чемодан с его рукописями, возможно, он бы преддавал на роль, так сказать, первого и главного классика коми-литературы. А Куратов, да, его абсолютно правильно сказал Павел Федорович, эта находка сразу стала таким, знаете, огромным событием в жизни. И то, что Алексей Семенович Сидоров стал заниматься этой работой очень кропотливо, то он занимался им не очень быстро. И тут Куратову повезло второй раз, потому что его не успели, Куратова, поставить в тот же ряд людей, как Георгий Лыткин и Жаков, на которых тогда ориентировалась рождавшаяся коми-интеллигенция. И, соответственно, его, когда стали эту интеллигенцию репрессировать, а заодно и выбрасывать из истории тех людей, на которых они ориентировались, Куратова, слава богу, это не затронуло. Это, возможно, и спасло его наследие в данном случае. Был момент, когда, скажем, была чаша весов, и она склонялась то в одну сторону, то в другую, и думали, кто же Куратов, наш или не наш. Вот был такой момент? Был, был. И нашелся человек, один из первых коми-историков, Василий Максимович Подоров, который сказал, что Куратов – это тоже реакционер. Тоже к стенке. Тоже к стенке. И вот туда же его вместе с Георгием Лыткиным и Жаковым с пароходой истории. И началась очень острая дискуссия в 1938-1939 годах, когда Куратов исполнял эстолет. И сам вопрос о том, будет ли Куратов признан классиком, и надо ли праздновать его столетие, либо, наоборот, надо его заклимить и забыть, он стоял достаточно остров. Кто точку поставил в этом вопросе? Ну, я не знаю. Был такой исследователь творчества Куратова в те годы, 30-е годы, Андрей Алексеевич Попов. Он тогда был научным сотрудником литературного музея имени Горького в Москве. И я думаю, он очень много тоже сделал для того, чтобы меньше было таких взглядов, как у Абатурова Ивана Ивановича, который тоже назвал Куратова националистом. И вот Василий Максимович Пудоров. На самом деле, точку в оценке Куратова поставил комитет государственной безопасности. Потому что, когда шли вот эти разборки, признавать его классиком, не признавать, местные компетентные органы отправили своему агенту в литературной среде запрос, кто же все-таки есть, по его мнению, Куратова. И тот, человек компетентный, ответил им, что Куратова надо считать нашим человеком, хорошим, он никакой не враг, и можно его признать классиком коми-литературы. Агент этот подписался псевдонимом Белка. И, как считают исследователи, под этим псевдонимом скрывался известный коми-ученый и писатель Павел Доронин. Так что, в принципе, именно Павлу Доронину и Комитету государственной безопасности с ним вы должны быть благодарны за празднование. Я с правой двухтомник вышел под редакцией Павла Доронина. Как все закручено. Это такая Санта-Барбара, которая всплывает в данном случае. Да, да, да. Нашли знамя коми-литературы, и что, начинают навешивать ордена. То есть, ее уж прилизывают, ее надо привести в соответствие революционному порыву. С этого момента была придумана ему биография, что он тяготился своим сословием, что он в семинарии, он читал только Фейербаха, Добролюбова и Писарева. То есть, передовой философской мысли, так сказать. Все вот это читал, конечно, да. Но вообще семинаристы там, вообще в биографиях, как говорится, они занимались только тем, что они общались со ссыльными, которые жили в Вологде. Там вообще ни с кем не общались. В одной биографии, по-моему, это Федорова. Есть там даже такая фраза, что семинаристы во время Куратова, они готовили вообще восстание в семинарии. Да, это была Ланна Николаевна Федорова, да, в ее трудах. Вот как. Да, да, вот и в такой обстановке как бы Курат-то воспитывался, получил свое образование семинаристское, ну, конечно, на фейербахе. То есть, начало мифологии пошло, да? Да, да, да. И вообще описывается такой неуживчивый характер, который, ну, если так современным языком говорить, он общается только с отморозками, там, со ссыльными, там, с заключенными такими, вот, которых сослали, там, да, вот. Вы их называете отморозки? Ну, а как их называть? Они же готовят восстание, там, или как-то вот они такие вот люди. Помнится, недавно мы их называли иначе. Геана Григорьевна, и что, на самом деле этот молодой человек не болел революционными идеями? Я думаю, что он больше думал о народе, о том лучшей жизни для народа. И тема народа для него была главной, то есть он писал о жизни народа. А как он писал? Писать-то можно по-разному. Критиковали существующий строй все. Как Владимир Набоков писал в одной из своих лекций по русской литературе, да, отличие советской России от той самодержавной, тогда все знали, что существует деспотизм и рабство в виде крепостного права. Все знали, все это критиковали. Все выступали против. Но в советской России, как бы, это было запрещено критиковать. Куратов не исключение. Он тоже читал современников, он читал Чернышевского. Это нельзя этого отрицать. И он, конечно, был против крепостного права. Самым большим революционером в стране, я думаю, что и Куратов это осознавал, был сам царь-реформатор. Хорошо. Очень интересная ситуация, наверное, была в то время, в XIX веке, в Уссусольске. Но поговорим об этом чуть позже. Сейчас небольшая пауза на рекламу. Мы продолжаем говорить об Иване Куратове. Иван Куратов, скажем так, с другой стороны, немножко необычный ракурс. Уссусольск, XIX века. Игорь Любомирович, что это? Это центр вселенной или глухая провинция, с которой надо бежать? Как себя чувствовал Иван Куратов в этой среде? На самом деле, конечно, не то, не другое. Это была все-таки малая родина писателя. Он, как представитель интеллигенции, естественно, находился в определенной оппозиции к власти. Потому что это естественное свойство интеллигенции во все времена. Просто одни находятся, условно говоря, в конструктивной оппозиции, другие в непримиримой. Куратов не бегал с красным знаменем и не призывал к восстанию. Он выражал себя в своем творчестве. Этот творчество он не печатал на листовках и не разбрасывал по городу. Он писал стол, он выражал себя. Он закончил семинарию по первому разряду. То есть он имел право поступить в духовную академию или идти на преподавательскую работу. То есть противоречия здесь не было? Не было противоречия в том, что он жил в Уссусольске, и его там, наверное, ничего не смущало? И, видимо, то, что были коми в округе, это была основа для его творчества. Но ведь в Уссусольске были учебные заведения, были. Например, уездное училище в Уссусольске. Он дружил с преподавателем уездного училища, встречался, общался. Это тоже, наверное, имело какое-то значение. Вообще, Уссусольск, конечно, был в то время центром севера. Это однозначно. Здесь была очень благоприятная такая культурная обстановка. Здесь было очень много таких вот благородных обществ. Уссусольск, оно представляло такое уникальное совершенно явление. Что там входили такие вот известные писатели, как Фельгон Тарсеньевич Арсеньев, Држевецкий, врач, который написал книгу первую. Фрезиновский. Ну, Фрезиновский был просто преподаватель. Я имею в виду Михайлов, Китчин. То есть культурный фон был неплохой. Да, это в очередь. Они публиковали в центральных журналах. Вот тот же самый Арсеньев, о котором мы мало знаем, он был не то что дружен, но о нем очень хорошо отзывался Аксаков, он переписывался с Тургеневым. И его вот эти вот рассказы охотничьи, они очень широкой популярностью пользовались в России тогдашней. То, что он похоронен здесь, в Уссусольске, мы даже об этом не знаем. Вот скажите, почему, зная, что рукописи Куратова пришли, открылись нашему народу довольно поздно, когда уже публиковались и Виктор Савин, и другие, то есть уже были литераторы, и вдруг появился Куратов, почему вдруг он основоположник? Надо договориться, наверное, о терминах, что мы под словом основоположник понимаем. Если основоположник – это тот, кто просто был первым, в таком понимании, то да, Куратов – это первый писатель, о котором мы знаем, реальный писатель. Который писал на коме языке. Да, да. Но если мы говорим об основоположнике, что, мне кажется, более правильно, как о человеке, работы, которые легли в основу, на которой строился далее фундамент, то здесь возникают вопросы, потому что действительно работы Куратова вошли, так сказать, в коме-литературу тогда, когда литература уже была. Татьяна Григорьевна, я понимаю, вы не отдадите… Нет. Да, вы не отдадите это звание основоположника никому другому, и оно останется за Куратом. Так считаете? Да, я так считаю. Почему? Потому что почему, во-первых, в XIX веке только у коме-народа, среди финно-угорских народов, появляется свой поэт? Ну, как он? Он первый стал писать на коме-языке. А кто до него? То есть основоположник, потому что он раньше? Я думаю, что да. Так. Я предлагаю сделать небольшую паузу и насладиться музыкой. Итак, опера Иван Куратов, фрагмент. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Человек, который не вписался в то общество, который его критиковал, который был в противоречии с обществом, и общество его просто выдавило из себя. Он словно чатский. Не хочу. Уезжает, теряет связи с родиной, с любимой женщиной Сандрой. То есть вот эта фабула, она осталась. Это устарела, точка зрения на Куратова? Да, мне кажется, Куратова просто было тесно. Он был действительно вот за... То есть масштаб личности такого? Да, масштаб личности. То есть он сам принимает решение? Сам, только сам. Для того, чтобы вырасти ему дальше, ему можно было только вот или принять сан священника, чтобы вот сделать карьерный рост какой-то, сан священника и служить вместе с Ванифатией Бакшаровым в Троицком соборе. Это одна линия. Другая линия только выйти из духовного сословия, потому что университет, он уже не попадал в университет. Выйти из духовного сословия, и когда появилась возможность по этому указу Урусова о школе аудиторов, о подготовке аудиторов, и из духовного сословия как раз, выпускников семинарий, и он воспользовался этим указом и написал прошение свое известное. И поехал учиться в Казани. Понимаете, вот дело в том, что 3000 человек всего населения, хорошо, вот это благородное сословие, Уссо-Сольский. Да, библиотека, все такое. Ну, человеку, который, в общем-то, на момент выпуска семинарий знал 5-6 языков, а сколько он выучил еще в Уссо-Сольске. То есть это полиглот, о чем мы мало знаем. В целом Тираспольский пишет, что он, ну, в 30-е годы тоже писали, что он знал 28 языков. Тираспольский уточнил, он знал 14 языков, включая китайский и санскрит, да, и не считая там древнегреческий и так далее, и в 36 языках ориентировался очень свободно. Конечно, для такого человека жить в Уссо-Сольске, несмотря на все вот эти блага, да, мелковато. Мелковато, да, Уссо-Сольский. И вот еще у вас была реплика, пока шел фрагмент из оперы. Вы тоже хотели свои 5 копеек ставить по поводу основоположник ли Ивана Алексеевича Куратов? Дело в том, что Куратов очень сильно ориентировался на Пушкина. Вот чем Пушкин хорош в русской литературе? То, что он сделал русский поэтический язык. И Куратов, он четко осознал, что он первый, пишущий на каком языке. Он рассмотрел... То есть он знал задачу, которую поставил? Он рассмотрел всех пишущих в то время. Кулачкова, Распутина, того же Лыткина. Он всех рассмотрел и понял, что он действительно первый. И поэтому он занимался не только... Чего же он не позаботился о том, чтобы его наследие осталось, чтобы оно не потерялось в этих тетрадках? Ну так, а почему он не позаботился? Он позаботился... Первые его стихи все-таки были. Каким образом? Когда он был в Средней Азии, он же оставил завещание своему другу. Почему у него публикации в свое время, когда он должен был? Ну, я не знаю, наверное, они выходили. Может быть, один раз всего Павел Федорович подтвердит в газете «Вологодской губернской ведомости» выходило пять его стихотворений. И последнее стихотворение «Понкот с собакой». Ну, это, конечно, предположение Василия Ильича Лыткина, что он делает очень хороший художественный перевод «Понкот» и сравнивает жизнь провинциального учителя с жизнью бездомной собаки. Ну, вот такое было предположение у Василия Ильича Лыткина. Вот тема с собакой, конечно, она очень интересная. На самом деле и Есенин там с собакой жаловался, и Дима Фролову, в конце концов. Это тема вечная. Да, это тема вечная. С разными вариациями. Пусть будет так, да. Пусть будет так. Ну, дело в том, что в Туркестане он, скорее всего, он собирался публиковать и стихи свои, и грамматику свою, и переводы Евангелия. Евангелие от Луки, там, Новый Завет он собирался переводить. Кстати, он переводил ведь не просто так, да, вот, с русской версии. Он переводил с древнегреческого, с языка оригинала. И сверял по 25 Евангелиям на разных языках. Ну, учитывая его знания языка. И вот эта рукопись потерялась. Дело в том, что мы сейчас имеем только две или три главы, по-моему, Евангелия от Луки. И вот какой у меня вопрос такой общий, может быть, немножко абстрактный, не только относится аккуратно. Вот эта мифологизация личности, да, она всегда присуща была. Вот я, на самом деле, много узнавал ее. Пушкина мы не так воспринимаем, и Лермонта мы не так воспринимаем. Вообще 19 век, если взять любого писателя, в общем-то, они все были какие-то люди, которые постоянно критиковали власть, которые, в общем-то, были чуть ли не революционерами и все такое. На самом деле, это присуще любому государству, любому времени? Действительно, вот это время, эпоха царя-реформатора Александра II, она вызвала очень большой, сильный общественный подъем. Конечно, там не то, что критиковали власть, критиковали строй. Да, вот, конечно, там кто-то поддерживал Александра II, кто-то нет. Сам Александр II был тоже радикалом, как и все остальные интеллигенты. Ведь он тоже сам выписывал и колокол Герцена и заставлял своих мифологизаций. Я говорю про мифологизацию. То есть, понимаете, вот есть сведения о людях, и мы их не знаем, их нам не преподносят. Например, вот я Пушкина знаю как человека спокойного, который был вынужден, вынужден вызвать на дуэль Дантеса. А потом я узнаю, что он 20 раз до этого уже вызывал людей на дуэль. Я узнаю, что они, кажется, родственники вообще, жили чуть не в одном доме и были женаты на сестрах. Ну, конечно, если взять... И Лермонтов такой же, не вызвал бы Мартына, вызвал бы другой, потому что характер у него был скверный. То есть, вот такие вещи почему, мы не знаем. Нам мифологизируют, нам подают их совсем другими героями, борцов с режимами. Потому что у нас как Пушкин наше все и солнце русской поэзии, так у нас и Куратов тоже совершенно справедливо. Это наше все и солнце коми поэзии. На солнце пятен быть не должно, по крайней мере, не должно быть видно. Когда обратились к Куратову, что это было за время? Это ведь его сам столетие, оно совпало с процессами политическими. Это создание коми-республики, о которой интеллигенция и власти мечтали не одно десятилетие. Это принятие первой конституции коми-СССР. Это выборы в первой коми-парламент, о котором еще в 18-м году мечтал Дмитрий Попов, тоже один из первых поэтов. Здесь, в этой обстановке, нужны были какие-то, в том числе и нравственные ориентиры в прошлом. Те, которые, по возможности, не были бы замазаны ни в какие политические баталии. Поэтому, скажем, не очень-то акцентировалось, что Куратов был все-таки не человек, а, кстати, угнетенный и судейский чиновник. Который думал о своей карьере. Да-да-да, поэтому не случайно Подаров, который на него, так сказать, наезжал, писал, что он же на самом деле был душитель свободы народу Средней Азии, а мы тут его, понимаешь, борцом. И совершенно очевидно, во-первых, чтобы этих самых глупостей Подаровских не было, во-вторых, на самом деле это стремление приукрасить что-то, оно присутствует в каждом человеке. Когда мужчина думает о своей любимой женщине, он тоже представляет ее, прежде всего, прекрасной. Это характерно... Потом приходит понимание, и пятна появляются. Но это лишь потом, да? Да. А может, и не приходит, и слова Бога. Кстати, о женщинах. Он умер в 36 лет. Да, и не был женат. Вот этот вопрос никем еще не освещен. Ну почему не освещен? Павел Федорович, тут книги уже, по-моему, немножко касаются. Книга только вышла. Только вышла, но немножечко мы уже посмотрели. Потом он же... У него же была девушка в Усть-Сесульске. И об этом говорят... Некая Сандра, о которой... И исследователи... Ну, 50-х, то есть 20-го века. Но это же было точно. И даже феортист Ивановна Забоева тоже утверждала и знала эту девушку. Но вот так случилось, что Куратов уехал, и они расстались. И, возможно, он писал, посвящал ей стихи, кстати. И из этих стихов уже видно, что он любил эту девушку. Возможно, была сильная любовь, поэтому он остался один. Есть стихотворение на русском языке, где там, как Тираспольский Геннадий Сакович назвал это, есть любовный список Куратова. Там перечисляется порядка пяти имен. Там Таня, Нина, там еще какие-то... Может, тоже мифология. Иветта, Лизетта, Лизетта. Да, и там можно распределить просто, в какой период там они появлялись. Хорошо. Мы спокойны в этом плане за Иваном Алексеевичем. Возможно. Возможно. Донжуанский список Куратова. Но это не в этом дело. У Куратова действительно была Сандра Попова, на которой он не женился, потому что он вышел из духовного сословия. А она была в духовном сословии. А вот она противоречия, да? Очень много мифов вокруг Сандры Поповой. Она была дочерью священника Зеленецкого, Иоанна Попова, который в 860 году умер. И она воспитывалась у Казариновой как раз, Екатерины, в доме которой жил Курат. Ну, когда он поселился, Феоктиза Забоева уже пустила такую небольшую пулю. Она написала в своих воспоминаниях, что ей было 18-19 лет, когда Куратов появился уже в доме Казариновой. На самом деле тогда ей было порядка 13-14 лет. Да, и никакой любви там, тем более там... Ну, Куратова тоже была еще очень молода тогда. Как это описывается в литературе. Гораздо позже там пришли чувства и все такое, но вот это было потом. Хорошо. Давайте закроем эту тему. Нет, нет, подождите. Есть в Туркестане, была у него женщина, звали ее Надежда Чукреева. Она была... Квартирной хозяйкой. Да, квартирная хозяйка его. И от нее даже был сын у Куратова, который умер, к сожалению. Вот она, новая информация. Николай Петрович Ивлев писал. То есть вы полагаете, что все-таки какая-то линия от Курата до нашей дне могла дойти? Нет, могла бы быть, но... Да, могла бы быть, но не дошла. Он умер, у нее на руках фактически она закрыла ему глаза. Ну, там была такая история, когда Куратова и Чукрееву судили за любодеяние. Но доказать этого не смогли просто, потому что вот эти по станичным правилам, по-казацким, да, вот это же она козаточка, по станичным правилам это могло бы очень плохо кончиться для них обоих. Они отказались, но когда умер ее муж, Чукреев там, да, вот казах Чукреев... Там еще и треугольник. Да, тогда он был старше ее на 30 лет фактически. Тогда Курата уже открыто поселился у нее дома, и там уже отношения были обнародованы всем. Всем это было известно. Это уже другая, очень тоже большая тема. Я думаю, что тема другого разговора. Сейчас я просто бы хотел завершить наш разговор. На самом деле, Куратов очень такая глыба, о которой можно говорить и говорить. Один такой маленький вопрос. Стоит памятник у нас в центре города Куратов? Все это закономерно и правильно? Безусловно. Безусловно, конечно. А как же нет? Хорошо. Спасибо за сегодняшний интересный разговор. А для телевизорителей я еще раз хочу представить наших гостей, кто у нас был сегодня. Это Павел Федорович Лимеров, кандидат в филологических наук, автор новой книги об Иване Алексеевиче Куратове. Игорь Липомирович Жеребцов, директор Института языка, литературы и истории, доктор исторических наук. И Диана Григорьевна Холопова, заведующая литературным музеем имени Ивана Куратова. Иван Куратов заслужил память о себе, заслужил уважение, заслужил то, чтобы его творчество изучалось. Это не бронзовый бюст, это человек, очень большой творческий человек. Читайте Ивана Алексеевича Куратова и смотрите нашу программу по четвергам. В эфире была программа «Детали не очевидны». Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok